Круглый стол по кадровому вопросу в медицинских организациях городского округа Щелково состоялся в общественной палате. В обсуждении приняли участие депутаты, врачи и специалисты Щелковской городской больницы, члены общественной палаты. Вопросы привлечения медицинских кадров в городской округ находятся на постоянном контроле муниципальной власти и требуют участия общественности, сообщил на круглом столе в общественной палате заместитель главного врача по медицинской части Щелковской городской больницы Андрей Сутугин. Этот круглый стол показывает, что действительно нужна консолидация всех направлений, в том числе по подбору кадров, поиску их по многим направлениям, в чем мы нуждаемся. Это первичное звено, в первую очередь врачи, терапевты, педиатры, узкие специалисты для амбулаторно-плеклинического звена, но и стационарного. То есть вопросы взаимодействия с администрацией городского округа и общественной палатой очень важны. Мы здесь вырабатываем и выработали некоторые решения, которые помогут нам привлечь большее количество врачей. У нас подготовлены предложения для обсуждения в общественной палате Московской области и законодательные инициативы, которые мы также им передадим. Это о том, чтобы вузы, особенно бюджетные места, распределяли министерство для отработки в региональных учреждениях. То есть Минздрав будет спускать количество федеральной в Московскую область, в министерство. И министерство уже будет распределять бюджетников, которые отучились на бюджетных местах, по больницам, где это не хватает. В нашем городском округе уже действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», «Земля врачам». Врачи могут рассчитывать на служебную квартиру с правом приватизации, губернаторскую и иные доплаты, а также на помощь муниципалитета в трудоустройстве семьи. На круглом столе было сообщено, что в Щелковской городской больнице благодаря этим мерам поддержки медработников за последнее время на работу были приняты 38 специалистов. Эта работа продолжится. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.